Приветствую вас, давайте разберём ваш текст. Значит, самооценка сына и проблемы с тем, что его обижают в школе. Он очень восприимчивый и чуть что за день не сразу реагирует как девица и из-за этого страдает. Бывает больно бьёт, кроме того его обижают двое мальчиков, иногда и третий. Он сам по себе невысокий и нехилый на свой возраст, получается они его боятся. Я сейчас объясняю эту сыну, но он всё равно страдает. А ещё недавно он сказал, что ему не нравится, когда о нём хорошо говорят, он привык, что плохо. Особо пугается, что говорил, я не хочу жить, залез на лестнику на площадке, прыгает, говорит, что умру. Я в ужасе, нам невролог сказал, что он такой восприимчивый родился, на себя реагирует добродушный ребёнок. Об этом мне с вами общаться или вам нужно ему вопрос задавать. Ну что же, всё зависит от возраста ребёнка. Если ребёнок ваш возраст, скажем так, младшего школьного, да, то, наверное, имеет смысл всё-таки обратиться к детскому психологу, да, и детским психологам этот вопрос обсудить. То есть тут будет вероятнее всего больше эффекта, нежели чем, если буду говорить с ним я. Кроме того, дети тяжелее воспринимают заочные такие беседы. В смысле того, что детям лучше, легче и проще, если общаются они с человеком, скажем так, ну, вживую, да. Вот, поэтому тут есть варианты, вот, вы спросите его сами, чего он хочет, да, то есть хотел бы он поговорить, например, с психологом, да, если хотел бы, то можно устроить. Но, повторюсь, заочные беседы на моей практике куда менее эффективны, вот. Это первое. И второе, то, что вот, когда, ну, человек, то есть родитель платит за другого человека, то есть в данном случае за вашего ребёнка, то ожидание вот, ну, эффект вот психотерапии, да, он, как бы, один у вас, а у продвижения ребёнка, оно другое, 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 вот. Значит, что хочется сказать по проблеме, да. Во-первых, восприимчивость это, ну, все люди восприимчивы, все. Исключений вообще нет. Все люди абсолютно восприимчивы и все люди, вот, одинаково реагируют, там, на какие-то внешние раздражители, никаких тут нет людей, которые реагируют меньше. Просто вопрос в том, как человеку, ну, с этим обращаться. Вот. А восприимчивость, именно вот восприимчивость, как мы можем видеть, это история, когда человек напоминает губку впитывающую, да, то есть он всё впитывает, но ничего не отдаёт. То есть он впитывает, вот, реакции, которые идут извне, но сам он, сам он, эти реакции не отдаёт, то есть он их не отреагирует. Вот. И проблема, она вот заключается в этом, что ребёнку нужна помощь именно вот в этих аспектах, ему нужна помощь в том, чтобы научиться отреагировать то, что ему поступает, то, что ему вот, ну, как-то вот извне поступает. Да, то есть учиться с этим обращаться. И нужно понимать, что все люди приходят из семьи, из своей среды, вот, и если ребёнок вот пришёл в школу вот такой, да, то он пришёл из среды вашей семьи с ним. Вот. И поймите правильно, да, вас никто не обвиняет ни в чём, безусловно. Вот. Но речь идёт, на мой взгляд, просто о том, что очевидно, что человек научился в определённый момент научился сдерживать свои чувства, сдерживать свои эмоции. Вот. Человек научился, научился не выражать их. И, на мой взгляд, нужно, нужно понять, нужно понять, почему это происходит. Вот. Нужно понять, с чем это связано, что вот он сдерживает свои реакции, да, сдерживает свои чувства. Вот. Это может быть связано с вашей фигурой, это может быть связано с отношениями с вами. Вот. И, соответственно, в первую очередь здесь, ну, желательно обратить внимание именно на то, как выстраиваете своё взаимодействие с ребёнком вы. Вот. А не в школе. Школа — это вот в данном случае, в данном случае школа — это следствие. Вот. Это ни в коем случае не первопричина. Вот. То есть вот эта вот история про то, что не люблю, когда про меня говорят хорошо, да, это история про то, что я умру. Ну, это про агрессию. Вот. Не умение выражать. Не умение выражать, значит, ну, агрессию. Страх, страх агрессии. Вот. Отсюда такой вот мазехистический, получается, мазехистическая такая реакция. Вот. Это первое. Ну, не знаю. Смотрите, как фильм выражает. Вот. Значит, ну, вот. Свои чувства, да? Вот. Выражает ли он их вообще? Вот. Если да, то как он это делает? И так далее. Второй момент. То есть, что вы говорите ему, что его боятся, ну, это, на мой взгляд, несколько такая вот ошибочная тенденция. Ну, вот, потому что вы этого не знаете наверняка. Ну, боятся его или нет, вот, вы этого знать не можете никак. Вот. И то, что вы говорите об этом, ну, вот, в какой-то степени выглядит, как, значит, какая-то вот такая, ну, попытка, да, рационализировать то, что с ним происходит. Вот. Но, то есть, ну, вашему сыну приятно слышать, как бы, что его боятся. Вот. То есть, почему его боятся? То есть, ну, вот, как бы, с чего вдруг его должны бояться, да? Вот. То есть, тут как-то вот этот момент, ну, на мой взгляд, не ясно. Вот. Вот. Если на него, там, грубо говоря, нападают, да, вот, опять же, как, ну, как вы говорите, его нападают, вот. То... Это не значит, что его боятся. Это значит, что он демонстрирует, как раз таки, сдерживание. То есть, он сдерживается, да. Вот. И это вызывает, эм, тревогу, вот, у, ну, у людей, и они уже э, вот эту тревогу отвлекали вот ему в виде агрессии, в виде попытки, в виде провокации, провокации, провокация его на какую-то реакцию, поэтому тут его боятся. Но мне не кажется, что вы помогаете ему тем, что он говорит, что тебя боятся, да, значит, это, типа, хорошо, здорово и так далее. И мне кажется, что наоборот, наоборот, человека это может еще больше как-то вот демотивировать, да, то есть еще больше как-то может его деморализовать, на мой взгляд, скромно, вот. Так что тут вот такой момент. Мысли о смерти, да, мысли о смерти, это история про не свободу, то есть это история про то, что человек чувствует себя не свободным, это история про то, что человек чувствует какие-то, ну, ограничения, вот. И очень важно, на мой взгляд, увидеть, что это за ограничения такие. То есть что они, да, эти ограничения представляют, что это такое. Вот. 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 Если ребенок где-то в чем-то чувствует ограничения, при этом не понимает, не понимает, ну, причины, причины возникновения этих ограничений, вот, то само собой у нас возникают здесь как раз таки трудности и проблемы. Вот. Вот. Поэтому, вот, если мы хотим человеку помочь, вот, то в первую очередь работать нужно именно вот в этих направлениях. Дальше. На мой взгляд, ребенку желательно поговорить, значит, с мужчиной, вот, то есть с какой-то мужской фигурой, своей, ну, то есть с родственником, да, старше. Вот. Это может быть дядя, это может быть отец, может быть кто угодно, но вот нужно поговорить, потому что женщина традиционно, ну, не может справиться вот с такой историей. Но вот ребенок, все-таки мать воспринимает, ну, немножко по-другому, так как отца, он воспринимает в этом смысле больше, а более, так как, ну, нужно. Дальше. Я сейчас в отпуске, хожу в фитнес-клуб, появились мероприятия, общение, я там себя чувствую хорошо, мне нравится, но в этом, в какие-то периоды стараюсь дома не выходить без макияжа, чтобы быть довольным с собой, что не выгляжу из мучшей женщины. Занималась гисталтерапией, понимая во время врачения, что не могу сосредоточиться, мысли улетают, мысли, планы больше фантазии, у меня на работе как будто бы параллель два мыслительных процесса идут. Что значит, занимались гисталтерапией не очень понятно, если вы начали, значит, ну, если вы начали работать со специалистом, то работать со специалистом продолжается. Если у вас улетают, ну, мысли улетают, да, вот, как вы говорите, у вас улетают, улетают мысли, вот, то я бы рекомендовал, как раз таки, не противиться этому, а наоборот, вот, за своими мыслями следовать, вот, и, вот, как раз таки, как раз таки, посмотреть, куда они вас приведут. Вот. Про мужчину, из-за которого я страдал по-принципу, по-прежнему мысли, и до сих пор есть сожаление, что у него есть у нас. Хочется, чтобы пришел мириться, но не возвращаться к нему. Хочется, чтобы сказал, он виноват, что он пришел на один родине без цветов. Ну, здесь у вас пассивная позиция, вы перекладываете ответственность свои желания на другого человека, ну, вот, если вы хотите, хотите в примирение, то можете найти на примирение сам. Вот. А если вы готовы человека простить, ну, как бы, за изменения, то есть, вы здесь занимаетесь проекцией, вы им говорите, вот, хочу, чтобы он пришел сам, и сам изменился, и я его простил. На самом деле, это же история про вас, что вы понимаете, что это не так важно, вот, для вас. Вот. Но вы занимаетесь переносным. Вот. Либо вы этот перенос отследите и возьмете на себя ответственность за это действие, либо вот так и будете ждать, пока человек придет, а он может, в принципе, и не прийти. Что касается того, что вы вы залеете, что у вас не получилось, да, вот, что касается этого момента, то я бы сказал, вот, опять же, ну, нужно здесь немножко персонализировать эту историю. У меня не получилось что? Вот. При себе я понимаю, что хотя мне 33 года, я уже как будто готовое старое дело. Это связано с тем, что вы, опять же, вот, лорчащая, злая, недовольная, требовательная, действительно, нет вам ни любви, ни желания заботиться эгоистом. Смотрите, ничего плохого в этом нет, но нужно это отслеживать, чего вам хочется. То, что вы описываете не связано с тем, что вы такая вот, какая-то плохая и так далее. Это следствие вашего обращения со своими чувствами. Быть эгоистом нормально, но если вы ответственны за свой эгоизм перекладываете на другого человека, вы обрекаете себя на неудовлетворенность, по сути. Со стороны все видно, мужчины убегают, правильно? Потому что, опять же, мужчины видят только то, что вы, вот, хотите возложить на них ответственность за что-то. Вот. Возможно, я решил, если мне нужен мужчина брак, то должно быть, что я этого хочу. Ну, это отчасти. Может быть, так. А отчасти, как бы, и нет. То есть, отчасти. Это может быть, отчасти, вот. Избегание. Я переживаю, что свернуть его к папе, больше не потому, что он его отсыдит, а потому, что сам сын-сын захочет этого. А вы боитесь спасла одна, вы боитесь, что вам не ради кого будет жить, но с другой стороны, если сын дегативит к папе, то вот с папой ему как раз и нужно поговорить о своей проблеме. Там ему не заставляют ничего делать, этикету не учат. Бёрну молодец. Ну. Вообще заставлять что-то делать не очень хорошая история. Даже как улучшить этикету. Скажется, что общение с сыном нужно устраивать иначе. Здесь мы видим момент возникновения его агрессии. Вы его, вы очевидно доминируете, вы очевидно занимаете такую позицию жесткую. Думаю, что это ему поможет и думаю, что вы так его воспитываете. Не очень хорошая история. Думаю, что гораздо лучше, если вы будете демонстрировать его с нему свой пример и говорить ему о своём отношении к его поступку. Вот. Вот так вы даёте возможность ему пробовать разные модели поведения с разной степенью свободы и, соответственно, таким образом формируется его личность. Ну и приучать личные ответственности, конечно же, тоже нужно. То есть, если сын совершает какие-то действия, которые вам не нравятся, и вы говорите ему, что вот, ну, мне неприятно, мне неприятно это, да, мне неприятно это. И сын потом просит у вас что-то ему купить, вот, то вы можете так сказать, что я не хочу тебе сейчас этого покупать, потому что, ну вот, мне неприятно, прости меня, но не хочу. И всё. И всё. И вы оставляете человеку возможность как-то самому решать и самому убирать, как он будет поступать. Это вот история такая. А ваша модель поведения в суде, потому что вы описываете она довольно жёстко. Что значит учить этикет? Ну, как бы... Зачем учить этикету, да, если можно как бы своим примером всё показывать? Я как фурию бываю, когда у нас папаши приезжают, все начинают раздражать, вам не как истерика, припарик, даже с осени это именно волна, все вокруг подряд осуждать, оскорблять, собственные раздражают. Я думаю, это обиды на мужа, ну, наца, ребенку. Их можно и нужно выражать, и проявлять. Как женщина могу сказать, что это и похоже на зло старой девок, который излично у других семья в полном комплекте взгляд неровестники, а молодые в семьях я страдалка, только развелась в виде молодой пары с колясками. Когда я муж и жена, я одна, а сейчас они меня слят, я не знаю, где это добро брать на своих собья доброжелательность. Ну, сначала, сначала нужно признать, что вам не нравится, и прожить негативные чувства, в частности, вот такое отсюда ребенку. Встретила подругу, здесь все с вами, жим дети, она даже не красит, потому что она считает, что это красиво, а у меня перед ней чувство всегда неудобства, что я одна, она очень удивилась, что бывшему сообщается с сыном, я боюсь, что он для всех хороший, а я плоха. Ну вот, вы себя осуждаете, и зажимаете. Бывший таскетер бежал ребенка к своей встрече, за которой мы развелись, я ее ненавижу, она там с сыном золотая, там самая добрая, нежная всякую хрень покупает нену, ребенок ее любит, я ору, дома на него застали руки делать, убирать за собой, но отсюда у сына агрессия, отсюда у сына такие мысли. Здесь вы тоже перекладываете ответственность на сестру, потому что развелись вы не за сестры, а по своей собственной ответственности. Где брать силы и терпения, чтобы быть доброй? Учиться внимательно к себе, Кристина. Этой дуре легко пару раз в неделю быть доброй, а 24 в сутки быть как и я. Ну, сначала вот именно то, что она дура, да, это опять же ваша проекция, и нужно смотреть на то, что в этой проекции есть. Ну, если вам с сыном пообщаться по видео или нет. Ну, и об этом я сказал. Не хочу, чтобы он видел мои слезы и сопли в ходе консультации. Или разделить на два дня с ним пообщаться, или потом, ну, я сказал. Раньше в сцене, на психологию, пытался с собой что-то делать, куча советов, надо быть первой звонкой. Устал от этого, вообще не хочу игр. Мужчина неинтересна, если там я позвонил, а что ему нужны игры или я сломаю, но неужели без этого никак? Тут я не очень понял, почему мужчине неинтересно, если вы позвонили, то есть вы предполагаете, что у вас пассивная позиция? У вас как-то вот тут очень узкое, на мой взгляд, восприятие мужчины. Вот. Как-то так, надеюсь, что пишет для размышления мандал. Вот. Будем на связи, а если хотите пообщаться, то вот завтра, в принципе, можно подумать, когда вам удобнее, когда я смогу поговорить.